ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С партнерами по коалиции, а также с самим министром принял его отставку. Во время встречи с Берзиншем обсуждалась дальнейшая работа коалиции. Домбровскис и Берзинш договорились, что обе партии должны встретиться и обсудить взаимное сотрудничество. Об этом рассказал в интервью Микс-ТВ сам Гайдес Берзинш. Национальное объединение готово продолжать работу в правительстве, поскольку этот мандат нам выдали избиратели. Возникшую ситуацию мы сегодня обсудили, в том числе и то, что договор о сотрудничестве в коалиции должен быть конкретизирован, чтобы в дальнейшем не было разногласий, как это было в вопросе реституции собственности. Этого вопроса раньше не было в нашем договоре, но я думаю, что мы должны больше общаться между собой по всем моментам деятельности. В свою очередь, как отметил премьер Валдес Домбровскис, важно то, что объединение ВИС-Латвии и ТБДННЛ готово продолжать работу в правительстве. Встреча представителей партии может состояться в понедельник, 25 июля. Я принял эту демиссию, но в то же время мы договорились о том, что коалиция продолжит свою работу, и нам нужно продолжить политические консультации между единством и национальным блоком. В любом случае, национальное объединение готово продолжать свою работу в коалиции, в том числе и выдвинув своего представителя на пост Министерства юстиции. Очевидно, у нас возникли какие-то ошибки в общении, которые привели к различию в понимании упомянутых вопросов, но в конце концов нам всем надо продолжать работать. Гайдес Берзинш настаивает на том, что покидает министерский пост именно из-за разногласий с премьером в вопросе возвращения еврейской собственности. Лидер ВИС-Латвии ТБДННЛ Райвис Дзинтерс добавляет, что Берзинш самостоятельно принял решение об отставке, теперь лишь диалог с партнерами по коалиции может разрешить ситуацию. В сложившейся ситуации нам остается только вести диалог с партнерами по коалиции, анализировать причины случившегося и их ликвидировать. Тогда у нас будет возможность вернуться к нормальной работе коалиции. Я не вижу объективных причин для ее развала. Есть много вопросов, в которых национальное объединение не получает поддержки среди партнеров. И в данный момент вопрос по еврейскому имуществу пытаются агрессивно решить нашими же руками, вопреки установкам объединения. Между тем, многие как политологи, так и депутаты предполагают, что вопрос о возврате недвижимости еврейской общины был просто использован, а причину ухода политика с поста министра юстиции намного глубже. В частности, так считает лидер парламентской фракции Центра согласия Янис Рубанович. Я думаю, что это не только еврейский вопрос. Я думаю, что прежде всего это негодование националистов, что они как бы недооценены, и вся власть правительства в коалиции в руках небольшой группы единства. Такие проявления, вот нестабильность, они будут время от времени, но этому дружному коллективу, в кавычках дружному, ничего не грозит. Так они будут нас и себя мучить до самых следующих выборов. Мы постараемся сохранить коалицию, так заявила председатель Сайма-лидер единства Сулы Табултани, который считает большой безответственностью попытки ввести в заблуждение общественность, будто бы проблема собственности еврейской общины является важнейшим вопросом политической повестки дня. Своё слово сказал и президент Латвии. У меня нет никаких сомнений, что сложившаяся ситуация может быть решена, сохранив действующую коалицию. Существует достаточно решений с учётом сохранения правительства. Мне кажется, что существенных изменений не будет. Я не считаю, что по этим вопросам нельзя дискутировать. По вопросу еврейского имущества уже много говорили, и решение его – чисто вопрос переговоров. Главная интрига теперь заключается в том, сможет ли нацобеденение предложить другую кандидатуру на пост министра юстиции. Сейм в окончательном чтении утвердил противоречивые поправки к закону о референдумах, согласно которым вместо двух этапов сбора подписей в дальнейшем будет проводиться лишь один, а инициаторам референдума придётся самим собирать примерно 150 тысяч голосов граждан. Данные поправки будут также применяться к инициированию распуска Сейма. Изменения вступят в силу с 1 января 2015 года. Пока депутаты занимались законотворчеством, у стен парламента прошёл пикет в защиту неграждан и демократических процедур. Пикетчики называют действия парламента антиконституционными, лишающими латвийский народ гражданских инициатив. Между тем, спикер Сейма Солвита Абблтаня вовсе не считают утверждённой поправки угрозой демократии. Демократия, во-первых, не пострадает. Это опять я сегодня слышала все от референции про этот закон и хочу ещё рассказать. Наша конституция устанавливает одну десятую часть избирателей, которые могут подавать законопроекты или изменения нашей конституции. То, что было, это две степени, которые, когда первые 10 тысяч собирают те, которые иницируют, и второе уже собирается за счёт государства. То, что предусматривает эти изменения, то, что всё должен собирать тот, кто подаёт эту инициативу. Хочу подчеркнуть, что эти изменения вступят в силу только в 2015 году. То есть, когда будет для всех обеспечена возможность электронно собирать такие подписи, то есть легче, чем это делает сейчас. До того останется в силе та процедура, которая есть. В свою очередь глава парламентской фракции Единства Дзинтерзакис считает, что референдум в Латвии превращается в обычный опрос общественного мнения, за который государство платит слишком дорого. Это норма, когда 0,6%, меньше 1% населения мнения может заставить государство платить за то, чтобы, ну и причём немало, и там миллионы получаются, платить за то, чтобы их мнение проверили, интересует это общество или не интересует, это неправильно. Стоит отметить, что протестовали у Сэма не только по поводу закона о референдумах, но и против нарушителя этических и моральных норм Дзинтерзакиса, уличенного в обходе уплаты налогов при покупке дорогого внедорожника. Пикетчики, как и большинство жителей, считают, что допустивший такие нарушения парламентарий должен сложить депутатский мандат. Сегодня состоялась последняя. Перед летними каникулами депутатов заседания Сэма перед парламентариями выступил президент страны. Андрес Берзинш похвалил слуг народа, заявив, что в ходе работы Сэма нынешнего созыва было принято достаточно много изменений в законодательстве, подчеркнув, что время и атмосфера, при которой был избран новый Сэм, были тяжёлыми. Впрочем, Берзинш высказал и критику за слишком раздробленную точку зрения на процесс создания законодательства. Многие законы, по словам главы государства, так часто изменяют, что люди просто не могут за ними уследить. С 1 сентября минимальная ставка оплаты учителей будет повышена до 270 латов вместо нынешних 245. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. Разработанные Министерством поправки к правилам о поплате труда учителей предусматривают увеличение минимального месячного оклада руководителей учебных заведений, их заместителей и учителей на 10%. Также планируется ввести градацию зарплат директоров и завучей в зависимости от числа учеников. Председатель правления Конгресса учителей Оскар Лусис в интервью Радио Болтком отметил, что намерение повысить оплату труда педагогов радует. Однако, по его мнению, это мизерная прибавка, которая не компенсирует предыдущие сокращения. Когда сократили зарплату, лет три назад сокращение было и зарплаты, еще сократили уроки, которые нужно преподавать, и сократили еще то, что касается домашней работы, контрольной работы, когда проверяют и так далее. То есть на самом деле сокращение было приблизительно на 150 латов, а сейчас повышаем на 25 латов. Как сказал Оскар Лусис, чтобы восстановить поток уезжающих за границу учителей, необходим конкретный план развития образования и гарантии того, что труд педагогов будет достойно оплачиваться. Глава Конгресса учителей отметила, что реальное повышение зарплат составит за вычетом налогов не 25, а 15 латов. Поэтому говорить об улучшении благосостояния учителей преждевременно. Сегодня в Елгеве в торжественной обстановке был открыт новый молокоперерабатывающий завод «Латвия Спенс», который был учрежден крестьянскими кооперативами после молочного кризиса 2009 года с целью стабилизации отрасли. Как отметил руководитель нового производства Раймонд Фрейманис, закупать молоко предприятие будет по конкурентно способной цене 18 сантимов. Работу завод начнет с тестового производства молочного концентрата и сметаны. Первые образцы готовой продукции будут отправлены партнером в Германии на следующей неделе. А сегодня завод принял на переработку у фермеров Трикотского края первые 10 тонн молока. На полную мощность он заработает в октябре, когда начнется производство сыров, кефира и сметаны. Тогда же продукция «Латвия Спенс» появится и на прилавках латвийских магазинов. В Риге на Андре и Сале было найдено около 5,5 килограммов тротила. Управление по борьбе с организованной преступностью получило информацию от встревоженных местных жителей о том, что на улице Андре и Остас около железной дороги возможно хранится крупная партия взрывчатых веществ. Туда оперативно выехали соответствующие спецслужбы, оцепившие близлежащую территорию. На месте происшествия полиция обнаружила, что возле железнодорожного переезда спрятан полиэтиленовый пакет, в котором находились брикеты, по виду напоминающие тротиловые шашки. Опазная находка направлена на экспертизу. По делу начат уголовный процесс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова